Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футбол, это жизнь, и это второй выпуск Лиги через 5 лет. Итак, у нас небольшой перерыв между третьим сезоном футболистов через 5 лет и четвертым, и поэтому сегодня у нас Лиги через 5 лет. Итак, Испанская Лига, которая набирает обороты, куда приходят лучшие игроки, но потом некоторые из них уходят. Крещено Роналдо в этом составе не будет, потому что мы говорим сейчас только про Испанскую Лигу на данный момент. Итак, поговорим о нашей команде. Яго Аспас. Естественно, по ходу сезона мы будем некоторых игроков только из Испанских Лиг покупать, если, например, у кого-то будет все-таки уже завершение карьеры, такое может быть. Либо кого-то у нас могут выкупить, потому что я не буду следить на трансферном окне, я буду только переподписывать контракты с теми игроками, которые заканчиваются, и все. Так что, если там за отступные будут выплачивать, я это увижу, что у нас игрок ушел, и буду на его позицию покупать замену. Уже несколько игроков набросал на каждую позицию, так что, мне кажется, будет это интересно. Ну что же, посмотрим, как преобразится эта команда через сезон. Итак, закончился первый сезон за нашу испанскую команду, и Мадридский Реал стал чемпионом, отрыв в 9 очков. Суперкубок выиграл Реал, обыграв Барселону с счетом 5-1. Кубок Испании тоже выиграл Мадридский Реал, обыграв Эйбар по пенальти со счетом 4-3. Лигу чемпионов выиграл Тоттенхэм, обыграв Монако со счетом 3-2. Мадридский Реал вылетел в 1-8 от Манчестера Юнатеда со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Арсенал, обыграв Сивилю со счетом 2-1. Больше всех за сезон прибавил Филиппе Каутиньо, плюс 2 к общему рейтингу, так же как и у Марка Асенсио, у Иска, у Умтити, у Облака. Больше всех в рейтинге потерял Диего Гадин, Серхио Рамос, Луис Суарес и Яго Аспас. Это самые у нас возрастные игроки. Больше всех матчей сыграл Ян Облак, 62 игры. 38 забитых мячей за сезон забил Лионель Месси в 51 матче. И он стал лучшим ассистентом сезона, 17 голевых передач. Ровно половину своих матчей Ян Облак отыграл насухо. Самый молодой игрок в составе это Марка Асенсио, ему 22 года. Самый возрастной это Диего Гадин и Серхио Рамос. Самый дешевый игрок в нашем составе это Серджио Роберто, 25,5 миллиона евро. Ну и самый дорогой это Лионель Месси, 118,5 миллионов. Закончится второй сезон за нашу испанскую команду и наша команда стала чемпионом Испании. Тем более даже преимущество над второй строчкой у нас более весомое, чем было в прошлом сезоне. Обладателем Суперкубка снова стала наша команда. В Кубке Испании наша команда, к сожалению, проиграла в финале Алавесу. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв Арсенал с счетом 3-1. Лигу Чемпионов выиграл Манчестер Юнетед, обыграв Интер со счетом 3-1. Наша команда дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Лигу Европы выиграл Милан, обыграв Ливерпуль со счетом 1-0. Итак, больше всех матчей сыграл Филипп Каутинь, 61 матч, так же как и Ян Облак. Филипп Каутинь в этом сезоне стал рекордсменом по забитым мячам за наш клуб, 34 забитых мяча. 16 голих передач отдал Тони Кросс. 32 сухих матча у Яна Облака. Самый низкий рейтинг в нашей команде у Яго Аспаса, 81. Самый высокий у Лионеля Месси, 93. Самый большой даунгрейд за сезон получили Луис Суарес, Яго Аспас, Серхио Рамос, Диего Годин и Марсело, минус 2. Больше всех за сезон прибавили Марко Асенсио, Серджио Роберто, Дэниел Карвахаль, Рафаэль Варан, Каземира. Самый дешевый игрок нашего состава это Яго Аспас, 18,5 миллионов евро. Ну и самый дорогой это Лионель Месси, 111 миллионов. Закончился третий сезон за нашу испанскую команду, я на третий сезон подряд стала чемпионом Испании. Суперкубок за Мадридским Реалом. Кубок Испании снова здесь, мы проигрываем в финале, второй год подряд выигрывает Сельта. Суперкубок Европы выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв Милан с счетом 2-0. И наконец-то Лигу Чемпионов выигрывает наша команда, обыгрывая Манчестер Юнайтед по пенальти со счетом 4-3. Лигу Европы выиграла Рома, обыграв Милан со счетом 3-1. 57 матчей это самый максимальный рекорд в нашем клубе за этот сезон сыграл Ян Облак. Первую строчку в списках бомбардиров нашего клуба разделили Филиппо Каутеню и Марко Сенсио. На двоих они забили 48 мячей. 15 голевых передач отдал Тони Кросс. Насухо отыграл Ян Облак и Серхио Бускет с 27 матчей. Самый минимальный рейтинг в нашей команде у Яга Аспаса 79. Самый максимальный у Яна Облака 93. Самый большой даунгрейд за сезон получил Диего Годин и Лионель Месси минус 3. Плюс 2 к рейтингу за сезон прибавил Марко Андре Терштеген, Умтити, Варан и Марко Асенсио. Самыми дешевыми игроками в составе являются Диего Годин и Яга Аспас. По 12,5 миллионов евро они стоят. Самый дорогой игрок это Марко Асенсио, 95 миллионов евро. Закончился 4 сезон и наша испанская команда заняла первую строчку. Суперкубок Испании снова за нашей командой. Кубок Испании выиграла наша испанская команда. Суперкубок Европы выиграла тоже наша команда. Лигу чемпионов выиграл Тоттенхэм, обыграв Манчестер Сити с счетом 2-0. Мы вылетели в 4 финале у Тоттенхэма с счетом 3-1. Лигу Европы выиграла Бавария, обыграв Манчестер Юнета с счетом 3-2. 60 матчей за сезон сыграл Ян Облак. 26 забитых мяча у Марко Асенсио. 13 деловых передач у Лионеля Месси. 28 сухих матчей у Яна Облака. Самый низкорейтинговый игрок в составе это Яга Аспас, 76 рейтинг. Самый высокорейтинговый это Ян Облак, 93. Самый большой доунгрейд за сезон получил Сергей Рамос, Диего Гадин, Джерард Пике и Луисуарес, минус 4. Больше всех прибавили за сезон это Рафаэль Варан и Марко Асенсио плюс 2. 7,5 миллионов стоит Диего Гадин и Ягу Асп. 109,5 миллионов стоит самая дорогая игрок в нашем составе Марко Асенсио. Закончился последний пятый сезон за нашу испанскую команду и снова мы стали чемпионами Испании. Суперкубок Испании снова за нами. Кубок Испании выиграл Атлетик из Бильбао, обыграв Сельту по пенальти с счетом 4-3. Наша команда вылетела в 1-8 от Сельты. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв Баварию с счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграл Манч Азер Сити, обыграв ПСЖ со счетом 2-1. Наша команда вылетела в 1-8 от Милана со счетом 1-3. Лигу Европы выиграла Рома, обыграв Барселону по пенальти с счетом 4-3. 57 матчей за сезон отыграл Ян Облак. 20 мячей забил Гаррет Бейл, он же отдал 10 делевых передач. 31 сухой матч отыграл Ян Облак. И через 5 лет самым молодым нашим игроком стал Марко Асенсис, ему 26 лет. А самым возрастным Серхио Рамос, 36 лет, также Диего Годин. Самый низкорейтинговый игрок это Яга Аспас, 73 рейтинг. Ну а самый высокорейтинговый это Ян Облак, 93. За этот сезон никто не прибавил, зато у Диего Година минус 4. Яга Аспас, самый дешевый наш игрок, 4,5 миллиона евро. Самый дорогой это Марко Асенсис, 108 миллионов. И вот так вот через 5 лет стала выглядеть наша команда. Я не знаю, может быть Модрич даже карьеру завершил, но его даже нет в клубе. Сейчас попробуем его найти на трансферном рынке, может он куда-то в другой клуб ушел. Да, друзья, Лука Модрич перешел в Манчестер Юнайтед и заканчивает карьеру после этого сезона. Его, скорее всего, выкупили за отступные, но 76 у него все-таки рейтинг. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Если вам нравится продолжение этой рубрики, ставьте на этом ролике 20 лайков и будет третья часть. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.